Первая игра. Торпеда Владимир, Динамо 2, Санкт-Петербург. Счет 0-0. И на ваши вопросы готов ответить главный тренер питерского Динамо, Кирилл Александрович Новик. Кирилл Александрович, ну, по традиции, комментарии по следующему матчу. Во-первых, хотелось бы поздравить наших ребят с дебютом профессиональной футбольной лиги, потому что человек 10, наверное, сегодня дебютировал в профессиональном футболе, поэтому для них это большой шаг вперед, шанс проявить себя в будущем, поэтому я поздравляю всех. Что касаемо игры, игра, как мы и предполагали, сложилась тяжело для нас. Торпеда Владимир очень хорошая команда и качественно поставленная игра, поэтому мы хотели сыграть строго в обороне на контратаках, что, скажем так, получилось, наверное, наполовину. Если в обороне мы сыграли достаточно хорошо, надежно и в целом я доволен, то впереди не совсем все получилось, то, что мы планировали и хотели. Но это показывает нам, что есть над чем работать. Но, скажем так, связываю это и с волнением, которое присутствовало у ребят, опять же, да, потому что какие-то моменты, когда мы играли, готовились к сезону, играли в товарищеских игрок все получалось и не было какого-то такого давления. А сегодня оно, конечно, присутствовало, поэтому, я думаю, оно в какой-то степени помешало проявить свои лучшие качества. Но ничего, главное, дебют этот состоялся, дебют состоялся, он удачный, я считаю. Поэтому будем двигаться дальше вперед. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. У вашего коллектива результат какой-то конкретный есть или не ставится такая задача? Нет, у нас именно подготовка молодых игроков для профессионального футбола. И все ребята, которые у нас в этой команде есть, опять же, за исключением опытных футболистов, которые спустили с первой команды, 4 человека сегодня их было, остальные не имеют опыта. Они играли все на КФК, то есть в любительских футбольных лигах, кто-то куда-то не подошел. Поэтому мы провели, конечно, огромную селекционную работу в Санкт-Петербурге. И ориентир у нас был только на местных воспитанников. Поэтому здесь наша основная задача – дать шанс тем ребятам в Санкт-Петербурге, которые пока не нашли себя в профессиональном футболе, постараться выявить их лучшие качества и поднять их на новый уровень для того, чтобы они забирались. Никаких турнирных задач, очки, мячей нам не ставили и не будут ставить. Основной приоритет подготовка для главных команд футболистов. Я считаю, что профессиональный футболист может вырасти только с психологией победителя. И обязательно надо ставить какие-то… Мы в своем кругу, тренеры, футболисты, мы обязательно должны пытаться выиграть. Любую игру, в которой вы садитесь играть, вы же садитесь выиграть. Правильно. Да. Соответственно, подразумевает все это, скажем так, изначально. Поэтому, да, руководство нам такую задачу не ставит, но мы – амбициозные, молодые ребята у нас в команде, и мы эту задачу им ставим. И, естественно, нам приятно начать сезон, скажем так, с ничьей, с одним очком, на очень тяжелом выезде с очень хорошей командой. А насколько тяжело вам дался переход на натуральное покрытие? В основном, можно, наверное, играть и на искусство? Да, мы ни разу не выходили на натуральное поле, и здесь, конечно, существенные проблемы были. Особенно они, наверное, я так думаю, в первом тайме сказались. Потому что, ну, все по-другому. Натуральное поле. Кстати, хочется отметить и поблагодарить работников стадиона, да, что поле в идеальном состоянии. То есть, я думаю, что это поле соответствует самым высоким стандартом, и на нем было сегодня приятно играть. Да, повлияло, но у нас другого варианта все равно не было. Мы, наоборот, рады, что нам довелось сыграть на таком хорошем поле, с хорошей командой. Вратарь запомнился игрой. Это спущенный сверху или... Нет, это наш молодой воспитанник петербургского футбола, 98-го года рождения. Он привлекается к тренировкам с первой командой, и мы надеемся, что он появится, как раз будет одной из ласточек, которые перейдут в первую команду. Да, конечно. Еще вопрос, коллеги? Все, спасибо. До встречи на станке Владимирского торпеда Александра Евгеньевича Акимов и Александра Евгеньевича Капирова. С новым футбольным годом. Да, с новым годом. С первым заработанным очком. Ваш комментарий по следующему матчу. Ну, в принципе, все и прозвучало, да, с новым годом. С заработанным, да. Давайте, наверное, вопрос. Я хотел, ладно, два слова, да. Думаю, что, конечно, мастерства, там, для вскрытия обороны не хватило, да, какой-то точности при стандартах, точности при розыгрышах, при ударах, при подачах, да. Вот этого не хватило, конечно, да. Но думаю, что мы все-таки более активно выглядели, нежели соперник, да. Заслужили или не заслужили, это, может быть, вопрос такой риторический, да. Но как есть, так и есть. И, в принципе, ну, я бы не говорил, что там доволен одним очком, да. Ну, такие игры, вот на моей практике, как они происходят, да, я сижу на скамейке и думаю, то ли всех вперед, да, забивать, то ли, не дай бог, сейчас какая-нибудь контратака, да, или какой-нибудь стандарт шальной, так скажем. Ну, вот и навыбирал, да. Слышал болельщики там, сверху, подбадривали меня, так скажем, мягко скажем, подбадривали, да. Вот, так что, ну, пожалуйста, поделился. Ну, на скамейке вы мало сегодня сидели, больше на ногах. Ну, как-то тут нет такого, куда выведет кривая, да. То ходишь, то думаешь. Нет, ну, так, вот я думаю, ответил на вопрос. Хорошо. Ваш вопрос, коллеги. Александр Игоревич, вот сегодняшняя игра вас, как тренера, нацеливает на какую-то серьезную работу, в чем развлечаться? Вы думаете, можно не серьезно, да? Выиграли бы сегодня 1-0. Давай, давай, до следующей игры выходные. Нет, ну, знаете как, вот, опять же, там, что за замена Зинина, там, мне кто-то кричит, там, что за замена, я хочу пообщаться, Зинина Гладышева, да. Молодых, подпускаем. Два молодых фланга. Почему нет, да? Молодой вратарь. Почему нет, да? Новичков надо показать. Вот один поиграл, там, Ваев поиграл, Вилов поиграл. Вот. Все, я считаю, что логично. Нацеливает, конечно, на работу, да? Нацеливает, конечно, на какое-то, ну, на какие-то, на какое-то направление. Но я могу сказать, что, в принципе-то, я команда достаточно доволен, да? Мы, у нас много, но достаточно новых в составе, да? Которые влились, там, ну, две недели, вот. Ну, опять же, банальщина, наверное, да? Там, сыгрываться надо, привыкать друг к другу, вот. И единственное, могу сказать, что, в принципе, я доволен, даже к нашим комплектованиям, там, не в плане, там, мастерства, наверное, да, не в плане, а в плане, вот именно вот этой работы, да, где можно заменить и Зинина, можно заменить и Каратыгина, вот, и можно заменить, там, Заекина, так что, я думаю, что это будут стимулы для игроков, и нам немножко развернуть. Не такие большие возможности у нас, да, нет два человека на место, мы так и не собирались комплектоваться, вот. Так что, я все-таки хотел бы и болельщиков нацелить, да, на положительные какие-то вещи, а то, вот, мне на встрече с болельщиком человек встал и говорит, 6-1 проиграли, да, приходится объяснять. Ни один человек не подойдет, не скажет, Евгеньевич, как хорошо, да, текстильщик, единственная команда, никто, хорошая никто не видит, да, ну, понятно, что его мало, я прекрасно понимаю, что его мало, да, ну, давайте хоть немножко, иногда хоть капельку найдем хорошего, так что, вот, найдем положительный в том, что в нечего сыграть, хотя и расстроились, так что. Александр Евгеньевич, от лица болельщиков, вот, как бы, я не как официальное лицо сейчас говорю, да, от лица болельщиков, я просто много ходил сегодня на трибунах и слышал, да, и болельщики многие говорили, которые с опытом и так далее, пожилые болельщики говорят, молодцы, тренерский штаб, говорит, за месяц команду не узнать, и бьются, и дерутся, и большое спасибо. Вот это вот я от лица болельщиков передаю главному тренеру. Старых, верных, верных. Я думаю, что есть, опять же, я не для того, чтобы хвалили там, или, да, я для объективности, вот, мне судейство не понравилось, да, нас на выезде так сует, я хочу, знаете, как, ну, я понимаю, две столицы собрались, вот, ну, давайте периферию тоже уважать, еще раз, через год не будет, будет только столицы, в столицах футбол, да, дайте хоть годок еще потрепыхаться, вот, а так, ну, не знаю, пенальти там смотреть, то есть, ну, знаете, это судейство вот такое, но оно ничем не выделяется, ничем не запоминается, ну, вроде претензий не предъявишь, да, ну, какие-то по мелочи, да, мы в гости приезжаем, нас так не сует, да, нас вот через два на третий свисточек нам может быть, да, через три на четвертый нам может быть, да, здесь все ровно, все четко, да, там, я, может, конечно, неправильно говорю, да, но я считаю, что, да, не надо, там, думать, кто у Динамо, знаете, как, наверняка в голове у судей, да, особенно у молодых, да, кто там тренер-то, ну, а, Радимов, елки-палки, пойду сфотографируюсь, ну, на моей практике такое было, да, кто там спонсор-то, Газпром, ну, надо, да, не дай бог, я там что-то неправильно сделаю, вверх не дадут подойти, правильно, да, я, наверное, тоже так поступал, но мне за державу Владимирскую обиду, ну, ладно, это так, это частности, это мелочи даже. Что скажете про соперника, понравилась ли вам молодая команда Динамо? Молодежь хорошая, я, я говорю, я, опять же, все очевидно, да, нашей молодежи местной, Владимирской, кто хочет иногда нашу молодежь увидеть, да, очень далеко, да, Динамо-2 Москва, Динамо-2 Санкт-Петербург, да, то есть ясно, что школы более качественные, да, даже там, я так понимаю, собраны не самые, так, лучшие питерские игроки, да, или молодые игроки не самые лучшие, да, но достаточно качественные люди, так что футбол-то будет в стране, это 100%, академии работают, все хорошо, да, но как бы нас он не обошел футбол со временем, вот, но это, мы об этом говорили несколько лет назад, что у нас и инфраструктура ветшает, да, и там, работать, и кадры все-таки те же столицы забирают, все равно лучшие уезжают туда, да, вот, и сейчас мы говорим о том, что надо покупать игроков, мы говорим, давайте мы с Питера, с Москвы возьмем бесплатно людей, да, они не нужны главным Спартакам, главным Зенитам, да, а мы молодого возьмем сюда, питерского, там, этого, московского, да, нет, не отдают, бесплатно нельзя, да, бесплатно нельзя, а нам как выживать, да, ну вот мы своих двигаем, но свои слабее, в результате, ну, замкнутый круг, который приводит к тому, что мы не выплывем, да, ни вместе с своей школой, ни со своим стадионом, никуда не выплывем, вот, а выплывет Динамо, Санкт-Петербург, да, Динамо, Москва, Спартак, вот, ну, наверное, правильно, Журова давно говорил, что надо закрыть все нафиг, но мне бы не хотелось такого Вы анонсировали выход Козьмичева на встрече с Боряшкой, Боря не обиделся? ну, вот видите, я посмотрел, какие молодые там у Динамо, думаю, надо придержать Боряну чуть-чуть, придержать, ну, вот, так что, нет, а для наших молодых я могу сказать, ребят, вы выделяйтесь, выделяйтесь и все, и получите шанс, просто мне хочется, чтобы люди тоже понимали, да, что такое футбол-то, 0-0 выпустить Борю, да, чтобы он там, не дай Бог, махнул куда-нибудь, да, хотя, может, ты туда махнуйте, сюда, вот, но это такая мина, да, так что, вот я и думаю, да, скажите рецепт, может, кто знает, я вот и думаю, то ли всех вперед, то ли, да, может, синица в руках, или как там, журавль журавль, небо, синица в руках, еще вопросы, коллеги Все, всем спасибо, с Новым Годом!